Это интервью было снято во время моего лапароклуба. Лапароклуб – это место, куда каждую неделю собираются несколько сотен хирургов на мастер-классы. А еще сюда приходят вот такие замечательные гости. Это хирурги, у которых учился я. Учился хирургии, учился жизни, учился управлению. А знаете, как хирурги выбирают хирургов для себя? Я опросил 2000, и самый частый ответ – по работе, по операциям. Так вот, хирурги, которых приглашаю я, это только те хирурги, чьи работы я лично видел и у кого чему-то научился. Вступить в клуб можно через телеграм-канал, ссылка в описании. Маленькая предыстория, маленькая-маленькая. Перед тем, вернее, после того, как я уже с вами созвонился, я написал в телеграм-канал такую викторину. Я говорю, его фамилия равно лапароскопия. Отгадаете? 100% попадание. У меня там тысячи людей, тысячи, там 3000 человек. И 100% попадание, как бы, Галямов равно лапароскопия. Смотрите, я придумал этот формат, формат интервью. Для чего? Для того, чтобы я вызываю сюда самых-самых классных хирургов, хирургов, у которых я учился, у которых я очень много чего взял. Собираю для чего? Для того, чтобы пообщаться и для того, чтобы рассказать вашу историю. И сделать ее полезной для других в плане того, чтобы можно было как-то скопировать. Чтобы какие-то алгоритмы прослеживались. И чтобы можно было как-то, опять же, их повторить. Поэтому давайте вот с этой позиции попробуем рассказать вашу историю. Она очень показательная. Я просто ее знаю местами. И я могу сказать, что она будет очень показательна для очень-очень многих хирургов, урологов и гинекологов. И для начала, смотрите, вопрос такой. Ко мне как-то давным-давно приходил на курс человек, который с вами вместе учился. Я уже забыл фамилию, но он сказал о том, что он учился с вами. И он рассказал про вас вот такую историю. Сказал то, что Галямов это тот человек, который с первого курса везде, где можно было и где нельзя, вязал узлы. Вот везде просто. На лекциях. Просто везде. Он все время руки были заняты, все время тренировался. И у меня такой вопрос. Первый вопрос. Когда вы увлеклись хирургией? Когда вы поняли, что хирургия это ваша? Для начала я сказал бы, что алгоритм успеха нужно у Александра Жугашева почерпнуть. Потому что человек впитал в себя многое от всех. Как губка все впитывает, впитывает, впитывает. Мы с тобой с 2007 года, по-моему, знакомы. По-моему, и в Казани увиделись, да? Нет, с 2012 года. А мне кажется... Даже может быть с 2013. Но в 2012-2013 год. То есть ты был на Аплайт-курсе на первом, да? В гражданке. Ну, отлично. Но, тем не менее, вот рецепт успеха. Рядом сидит, друзья мои. Потому что сейчас информационное пространство таково, что очень легко быть успешным. Люблю фразу такую, что в эндохирургии легко быть успешным. Ей нужно посвятить жизнь. Так ведь? Это вот прям... Сам придумал фразу. Согласен. Ну, на самом деле, две фразы, которыми в жизни руководствуюсь, это фразы Долецкого, что впереди можно бежать двумя способами. Либо ты бежишь широко, растая в локти, либо ты просто быстро бежишь. А вторая фраза, то, что ты унес с собой, то умрет. А что ты отдал, то будет жить. Вот, наверное, вот эти вот принципы, которыми в этой своей жизни руководствуемся. А относительно выбора хирургии, я случайно оказался вообще в медицине. Потому что мама моя болела, вот, Лидия Ивановна прям. И так хотелось, чтобы я был врачом. Учился хорошо в школе. Вот, и она говорит, надо, чтобы ты был врачом. Ну, поступил в Башкирский государственный мед. Институт тогда еще, имени 15-летия в ЛКСН. Вот. И на первом курсе, как собака такая незрячая, куда идти, кем быть там, в специальность какую-то нужно выбирать, где-то акцентироваться. И тут ребята наши, а вот мы уже ходим в республиканскую больницу, дежурим там в хирургии. Это круто. Ну, пошел я там подежурить с ними. Увидел тогда уникальную операцию. Когда раскрыли доступ, тогда открытая хирургия была, это 79-й год. Извините, это 79-й год был. Вот. Волковичем открыли живот. Выпад какой-то в малом тазу. Зовут гинеколога. Гинеколог раскрывает нижнесрединную лапаротомию. Молодая девка. Нижнесрединную лапаротомию. Мы его нету. Зовите хирурга. Верхнесрединную. В общем, Пашору, Волкович, прободная язва. Вот. Это к вопросу о лапароскопии. О лапароскопии. Вот. Ну, и... А там толпа-толпа студентов. Там просто носятся. Там в операционную не пробьешься. Там человек 10-15 в операционной ходит в глази. И как-то у нас детская хирургия началась. На втором, по-моему, курсе. Или каким-то образом я оказался. Восьмая больница. А там Питфак. А Питфаку ничего не нужно. Я прибился к этой больнице. Жил там через день. Дежурил там. Ребята на тусовке. Развлекаться. Там танцульки. Все дела. Я в больницу. Дежурить там. Сыном полка там стал. В конце второго курса первый Аппинцит сделал. В конце второго курса? В конце второго курса, да. Вот. И жил-жил-жил. А потом субординатура началась. И открылась тогда 21-я больница. Это большой монстр такой. Вот. На 1200 коек. Знаете, вот такая гребенка. Большая. И там только сформировалось отделение первая хирургия. И заведующий такой мудрый, старый, 34-летний заведующий. 33 года. Сильдерович Ефимович. Мой учитель. Прям потрясающий человек. Царство небесное. Вот недавно он умер. Вот. Это мой первый учитель в хирургии. И парни такие. Я субординатор. Тогда была субординатура, 6-й курс. Вот. И парни тоже умудрённые, уже матёрые хирурги. По году, по два стажа. Представляете, то есть отделение собиралось вот так. Больница запаковывалась. Я был комсоргом в больнице. У меня было 500 комсомольцев тогда. Представляете, 500 с лишним. Ага. То есть состав молодёжной больницы. Мы учились на своих ошибках. Там всё. Ну, 33 года. Опытный хирург. Нет, ну, старый умудрённый. Жизнь такой. Всё, всё, всё. Ну, в общем, тоже жил по двое, трое суток в больнице уже ногами. Иди отсюда. Хватит уже. Примелькался. Вот. И за субординатуру больше сотни самостоятельных операций. Были ситуации, когда там доктора говорили... Субординатура – это 6-й курс. 6-й курс, да. То есть это даже как бы не окончание. То есть это 6-й курс. До того доходило там. А там же просто конвейер. Там даже задежурств. Там по 10-15 апеницитов. Там, Эдик, вон, 4 апеницита, иди сделай. А я как собака. И вот как раз вот это вот. Ну, ребята научили меня ещё в 8-й больнице. Что надо не стоять в операционной, сливки ждать. Сделай чёрную работу. Я всю ночь в приёмнике. Знаешь, на 4-м, на 5-м курсе. У меня книжка Кочневый, справочник такой. Панкреатит поступает. Так, это назначили. Белки там. Всё, 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 всё. Ребёнок там, 4-х курсник там. Потом прибежал к докторам. Вот, всё, эти поступили, поступили. Там всё, всё сделал. Так, ну всё, пошли в операционную. Я Александр Ругашев. И я лично обучил более тысячи хирургов. Многие из вас знают о том, что моя особая любовь и особая компетенция – это тазовая хирургия. Это место, где в одной анатомической области переплетаются несколько специальностей. Так вот, я создаю центр тазовой хирургии. Вы только представьте, насколько повышается безопасность, когда на операцию идут одновременно и хирург, и уролог, и гинеколог, и онколог. Наша команда – это врачи, за плечами которых тысячи проведённых мастер-классов, тренингов и школ. Это у нас единственный сын полка. И здесь тоже, в 21-й больнице, это шестой курс. В приёмнике отсидел, всех больных принял, все отделения обижал. Истории все написал, как собака, смотрю, на уже мудрых хирургов, старых, два года стажа. Иди вон там четыре отростка, иди сделай. Вон, возьми этих балбесов-интернов, покажи им. Смотрите, на шестом курсе вообще до цинизмных. Ну, такие времена были. Оперил свою однокурсницу. Там, вон, аппенитит, там всё-всё. О, девочка, там ты кто? Под местной ослезившись все было. Так, ты кто там? Всё, где? Всё-всё-всё. Я вот, чусь, меда и судя. О, да, молодец, на какомных штаб. Курс большой. Так, интересно. Ну, сейчас, конечно, такое невозможно. Сейчас студенты через сито проходят. Ну, и как-то так вот ты жил в больнице. В ургентной больнице быстро же взрослевет. Тем более, это 90-е годы, там, фронтовая хирургия, там, ножевые, там, каждое дежурство, сердце там. Всё, что угодно. Как у вас в БСМПЛ. Потише стало. Потише. У нас там без ножевых, там, каждое дежурство там не обходило. Сердце, торокотомию, там, причём на полу иногда торокотомию в приёмном отделении. То есть такая жестокая хирургия ургентная, но школа хорошая. То есть первый момент – увлечься хирургией в самом-самом начале. То есть чем раньше, тем лучше. Второй момент… Если она тебя зацепила. Да. Увлечься, я говорю, увлечься. Увлечься хирургией. Второй момент – это найти пустую больницу, где никого нет, кроме вас. И третий момент – это жить больницей. Это вот эти моменты, которые прослеживаются в жизнях, в судьбах всех. Работать, как раб на галерах. То есть делать самую грязную работу, чтобы вам что-то проще. Хирурги – это сливки, операционные – это сливки. Даже сейчас ребята, немножко отвлекусь, ребята приходят, кружковцы, отдельно по кружок расскажу. Кружковцы будут в операционной, всё-всё-всё, там, в гинекологии, то, что давай-ка начнём с маточного манипулятора, с камеры. Вот, мы хотим резать щупальцами, там, мы хотим резать, резать, там, ну, это всё хорошо. Ну, надо с АЗО всё начинать. Как стойка включается, там, да, то есть это же борт космического корабля, пардон, вот. Где инсуфлятор? Ну, я хочу резать же, зачем мне это нужно? Санитарк включить. Ну, и дальше, вот. И так, ургентная больница, и всё, там уже взрослеют быстро на фронте, ну, на ургентном. Через пять лет ты уже старший хирург, обязан, ну, общий хирург всегда, старшим хирургом бригады, 24 дежурных хирурга бригады, 10 экстренных операционных. Вот такая мясо. И нейрохирурги, всё, сочетанные травмы. Вот, вот, реанимобили, там, в реанимацию заезжают, там, в общем, работаешь, что-то. Такая. Вот, ну, а потом это начинает приедаться. Вот, через, там, 10 лет одно и то же, одно и то же, одно и то же. И тут 93-й... А, ну, там лапароскопии начали делать, тогда ещё глазом, вот, как Олег Миллович рассказывал. И пневмоперитониум делали шприцом Жанне. Надували, в точке калька, подместной анестезии, лапароскопии. Ужас, кошмар. Ну, это так было повсеместно. Какие инсуфляторы? Вот какой Курдзем со своими инсуфляторами в те времена? Хотя уже был, да. Вот, и тут 93-й год по всей стране рассыпали стойки. Ну, как раз в то время. Олег Миллович раньше начал. Вот, естественно, так, что там... Ну, во-первых, это и центр. А так в периферию кинули по всем больницам стойки. И начиналось порочно, потому что эндоскопия, эндоскопия, всё. И эндоскописты узурпировали эту стойку. А что такое эндоскопист? Мы как воронье сзади сидим, а они холестит делают. Ой, инфильтрированный. Ой, холедок широкий. Так, иди отсюда. Разрубили, там сделали эффектно. Там холедоколитиаз и всё. А потом что-то как-то понравилось. Понравилось. И в 93-м году что-то мы у них отжали стойку. Зачем вам гастроскопию делаете? Это наше хирургическое. Потому что формировались отделения эндоскопии. Помните же, наверное, эту историю, да? Где эндоскопист делал холецистектомию. И всё. Ну, может, гинекологу где-то помогали. И потом как просто погрузился в этот мир. Мне так понравилось это всё. А что такое тогда стойки? Это бытовой телевизор. Это получиповая камера, отечественная стойка. Это металлогалоидный свет. Там инсуфлятор, который даёт не больше 15 миллионов. Подача, там, 10-15 литров в минуту. Это же кошмар. И только монополяр. Всё равно погрузились. Там экстренные холециститы. Инструментики. Я выменял у эндоскопистов. Такой был иглодержатель. Саба-Берси набор. Клюв попугая и клюв фламинго. Может быть, вы видели. Да? Вот такой он изогнутый. Он по десятку заточенный. Я выменял на одноразовый клинч. Заклёпанный уже. Вот. На одноразовый клинч. Выменял. Выпрямил. Всё. Он без кремольера. И на балансе этим иглодержателем уже шил. В общем, веселье. А потом... А потом... Ну, тогда же времена братков были. Простите. Вот. И что-то как-то не хватает инструментов. Я говорю. Так, пацаны, давай к врачам поможем. Ну, что надо? Ну, нам как раз приезжали представители. Аутосьюча. Они только назвались Дайка. Тогда. Дайка ещё была. Вот. Вот инструменты все. Говорю. Вон там привезли. Инструменты привезли. Бабок дайте. Сколько? Ну, тысяч 10 долларов. По тем временам. Посмотрите, какие деньги. А там шивалки, сетки, там степлеры. Всё, что угодно там. Вот. Ну, сейчас Меттроник. А тогда это Дайка было. Контейнер в отделении завозят. Ефимович мне говорит. Эдик, ты с ума сошёл? Как я это оприходовать буду? Шеф. От пацанов подарок. Ну, такие времена были дикие. Вот так вот и развивалось. Первые операции делали. Вот. У меня кроме кассеты ВАШС. Может быть, вы помните такие ВАШС-кассеты? Ваши кассеты. Они стояли на первой базе, где я был в гражданской авиации. Там целый стеллаж был. Да-да-да. Они ещё там надо привезти оттуда. Я их все пересмотрела. И у меня там какие-то шестиминутные ролики по 20 раз переписаны. Там грыжи диафрагмальные, ещё что-то там. Вот такие вещи там. Сейчас информационное пространство забито. Ходишь с комментариями. Ходишь без... Такие разные вещи. Ну, а потом Эрик Нариманович Праздников, мой большой друг, он сейчас заведующий кафедрой в третьем медиа, он пригласил в Москву. 2000-й год. Это было уже третье приглашение. Ну, что-то как-то я думаю, ну, наверное, Москва там, наверное, интересно там. Здесь вот смотрите, давайте остановимся. Причём, потому что я задаю вопрос. Я говорю, давайте погрузимся в ту ситуацию, когда вам, условно, 35-40 лет, у вас классные хирургические навыки, но вас никто не знает. Ни хирурги, ни пациенты. Это я пытаюсь погрузить человека в такую вымышленную ситуацию, а вы в этой ситуации жили. Вот расскажите, пожалуйста. Потому что Москва ведь у вас не сразу простёртыми объятиями стоит. Она никого так не встречает. Ещё как. Ещё как. Вот, нет, ну, в Уфе как-то у нас шлейф был нашего отделения, первая хирургия, что это, ой, это элита, это звери, там, зверьё, там, такие пары, там, они решают себе вопрос отец родной Сензерович Ефимович. Вот, и поэтому там как-то вот он пропускал отделение сквозь мелкое сито. Даже как я попал в отделение в это, это отдельная история. Заканчивается шестой курс, а я просто глаза намозорил там всем, ну, просто там, знаете, пропеллер в заднем месте. Носишься, всё делаешь, там, всё, значит, и Шамиль Хнофеевич Ганцев, он доцентом тогда был, руководителем нашего, нашей группы, субординатуры. Так, Эдик, в клиническую ординатуру пойдёшь? Я говорю, конечно, так звучит красиво, в клиническую ординатуру. Да, конечно, пойду. Потом Сензерович подходит. Эдик, ко мне в отделение пойдёшь? Ты что, первый херой? Конечно, пойду. А там без меня перераспределили, там, из Минздрава в Горздрав, там, и прочее, прочее, там, всё. То есть, по стабридуру, всё, вот, зашивы взяли, говорит, что, работай у меня. Ну, это вот так вот, потому что именно вот потом, кровью, слезами своими ты зарабатываешь себе. Поэтому ждать, когда... Я такой великолепный. Сейчас меня пригласят, я вот столько книг прочитал, я так могу красиво говорить. Нет, тяжёлый, изнурительный труд. Ценится, и в своих ребятах ценю. Когда не просто там ребята говорят, вот, я это не сделал, потому что это было так-то, потому что так-то красиво говоришь. Вот, но если ты не выполнил задачу, причины две. Либо ты умер, либо там, либо ты умер. Вот, поэтому мне тоже ставила задача, так, слушай, а что-то надо сделать? Всё, всю ночь сидел в его кабинете, истории болезни там переделал, там, всё, всё, всё. С утра уже такой, вот, всё сделано. Ну, то есть, так нужно работать. И всё-таки, смотрите, вы состоявшийся хирург, с классными навыками. Вы приехали в незнакомый город, в чужой город, вот, который вас встретил, мягко говоря, колючками. И вы мне рассказывали, что у вас вот такая вот, вот такая вот книжка. Доркан Абдул-Хэйч называет это «Школа жизни». А это «Доносы», «Доносы». Вот такая книжка, вот. Это первые несколько лет, первый год, наверное, вот жизни в Москве. Понимаете? Два года самых тяжелых у всех. Вот расскажите про то, вот, собственно, в Киеве-Роке состоялись. Не, ну, я приехал, меня пригласили, пригласили, вот, завоперблоком, там, я ценен, часть 33, которая сейчас уже почила. Вот, и, конечно, такой, знаете, нас оберегали от всей политики. Сандерович, там, всё, мальчики мои должны работать. Всё, они ни в какую возню, никуда, ни в какую политику не лезут, всё. Ну, я такой уже щенок, знаете, прибежал такой. Вот, я же это, я же собака, я, знаете, как могу, и вот так могу, и вот так могу, всё там, всё на кофе. Вот, так руководство больницы представило, вроде лояльно было. Вот доктор, там, лапароскопией, там, занимается, там, то. Я тогда уже резекцией желудка делал, к этому времени, 2000 году, скопические, там, кишки, там, много чего. Вот, пришел в больницу, и доктора такие вот, они кроме холециститов ничего не делали, только холецистектомии. Знаете, я, там, первую паховую грыжку сделал, и по мере того, как начал, а, ты что, открытый, что-то по дуре пооперировал, и они поняли, что я закрываю вообще один весь спектр. И началась травля. Зачем нам такой конкурент? Ну, это же принцип жизненный. Мы же так красиво жили, холециститы делали. А тут пришел какой-то подонок, да, грыжи там диафрагмальные, это тот, тот. Вот. А тут еще досадное осложнение случилось, там, в полумертвой камере, и бригада не готова, во-первых, у меня перфорация малой кривизны после СПВ, селективно-проксимальной вагатомии, абсцесс, ну, взял там, оционировали все, выписали пациенту, но тем не менее. Вот, ага, и началось там все. Просто травля. Вот такие вот кипы заявлений на меня, не заявлений, а как называется, рапортов. Вот. Эпистолярный жанр я уже там отрабатывал свой. Почему это все ерунда? Ну, в конечном итоге, там, через год даже не уволили, сократили меня. Потому что уже за что полетят? Ну, сократили. Ладно, и спасибо. Вот. И Милл Викенч, тогда заведующий кафедрой был, и Эрик Нариманович Праздников взяли на кафедру доцентом. Я в 8 месяцев без единой операции был. Собачка оперировал. Ну, как-то жить надо там. Ветеринарии там, дружок мой, заведующий директор клиники этой ветеринарной, я там делал промежественные грыжи собачкам, они стоят на задних лапах, грыжи, там выделяешь поздушь, сосуды, сеточку пришиваешь, там все-все-все-все. Такой прям лошадей оперировали. Вообще история смешная, я вам расскажу. Мы едем как-то в конюшню какую-то, оперировали лошадь, там перелом сустава, дрель, осиосинтез. Делаем потом, а все в крови, там не в халатах же, у меня куртка джинсовая какая-то, вся заляпанная кровью. У дружка моего там черный джип-фораннер, весь побитый, покоцанный такой, тоже руки в крови заляпаны. На заправку заходим, протягиваем, под утро, протягиваем там деньги, деньги этой заправщицы, она с ужасом смотрит, братки с ночной приехали. Смотрите, такая картина. А потом как-то с Эриком Наримановичем мы поехали в госпиталь главного строя, медсанчасть 33, нет, медсанчасть 47, это на Мечуевском. Да, на Мечуевском, сейчас это медси, клиника номер 3. И приехали, где такой, знаете, в дермантиновых ботиночках, вот такой, знаешь, в дешевеньких там, драненьких брючках такой, все, вот костюмчик одел, знаете, такой бедненький, здесь такой скромненький, но порядочный мальчик. Вот, приехали, и тут в главном врача разговариваем, все, прибегает с такими глазами реаниматолог из палаты интенсивной терапии. Там пневмоторакс, вот, надо кому-то плевральную полость там спрашивать. Пунктируйте, конечно, хотел сказать, вопрос, вопрос, все, побежал там, вбил дренаж плевральный, вот, дай-ка сниму, смотрю, там, они делали подключичку, со второй стороны пневмоторакс, вторую сторону воткнул, все нормально, прихожу, она, паспорт с собой, вы у нас работаете сегодняшний день. Ну, если как-то так. И там Михаил Дмитриевич Лапин был, он был главным хирургом, ему было уж под 80 лет, тихая заводь, он говорит Луцевичу, Эммануилу Викенчу, говорит, Эммануил, дай мне доработать спокойно, зачем ты мне этих молодых подонков сюда тащишь? Вот, Луцевич говорит, нет-нет-нет, пусть ребята работают, вот, пусть работают, и мне так, вон, в ваша кафедра, вот, это место, тумбочка в уголке, вот, в операционную захожу, там, стойка, какой-то древний шторц, ребята, а, ну, я тогда уже мудрый, что умеете? Ничего не умею. Чем владеть? Ничем не владею. Вот, ну, холестит, может быть, там, чуть-чуть делаю. То есть вы про себя так говорили? Да, я им говорю. Школа жизни. Да, школа жизни, уже первая школа жизни, никогда не говорю, что я великолепный. Вот, и ничем не владею. Ладно, немножко успокоились, в операционную захожу, смотрю, стойка там такая коцаная. Вот, к нашей стойке не подходи. Да хорошо, а тут я же давно уже дружу с заводом МФС, это казанские, мы разрабатываем инструменты, там, Артур Аглюлин, они мне выкатывают новую стойку казанскую. Так, Эдик, ты должен ее за год убить, через год скажешь, где слабые места, через год мы поставляем другую. Я уже говорю, ребята, у меня же хорошая стойка, работать на моей чего? Инструменты вам, пожалуйста, это, то, другое, пятое. То есть добротой. Ну, опять же, чем больше ты отдашь, тем больше ты получишь. Ну, это принцип жизни. Один из алгоритмов, между прочим, можно записать. Да-да-да, на самом деле, не стесняйся отдать. Нельзя под свое. Даже вот патенты. Сколько мыслей раздается, раздается, там, у меня патентов на 30-40, не важно. Как только ты нашел мысль какую-то, и чтобы никому ее не отдать, засунул ее вот сюда вот, руки заняты, руки заняты, освободи, отдай, все, дальше еще придет еще больше. Ну, это как-то так потихонечку, 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 а потом, ну, тоже все равно негативненько все относился. Я полгода через день дежурил в больнице бесплатно. Бесплатно. А больница такая, она, ну, как я назвал бы, теплая. Анестезиолог есть, операционная сестра есть, дежурный хирург, дежурный гинеколог. Если в больнице случается аппеницит, 0,3 к врачам в больницу. Если что-то случается, там, 0,3 к врачам в больницу. Представляете, при полном комплекте, да, все. То есть больница такая, чисто теплая, на расслабоне. А я тут что-то в больнице случается, раз решил, раз-два решил. Причем все скопически, скопически, скопически. То есть меня пытались ребята таким образом подставить, что сейчас он не выдержит уже бесплатно дежурить через день. Это в 40 лет. Бесплатно через день дежурить, вот. А это наоборот. Получилось так, что просто все, что рождается в больнице, все подметается. Уже там главный врач смотрит, какой-то непорядок вообще. Так, ты будешь ночмедом, я говорю, я по трупам не хожу. Вот, ночмед у вас есть, так. Придумали должен, руководитель хирургической службы. Все, двоевластие, это двоевластие, 7 лет терпел там. Все, ты знаешь, даже в конце мне уже главный врач сказал, Татьяна Евгеньевна Сергеева, вот благодаря ей, кстати, вот это становление тоже произошло. Она говорит, спасибо тебе за твое терпение. Потому что, и терпение тоже, надо терпеть. Потому что воинственность, вот это все, сейчас я покажу всем, я докажу всем. Нет, ну, скромность, терпение, трудолюбие. Вот, наверное, вот эти вот главные факторы. Вот. Ну, потом там докторскую инсертацию защитил. Потом с Олегом Ниловичем мы очень много и по миру, по стране поездили, вот, и вместе работали. Я боготворю, это мой, на самом деле, второй. Еще в 98-м году приезжал посмотреть на великого Луцевича. Посмотреть-то мы с Юрой Головым, друг наш, царство небесное. Вот, приехали в операционную посмотреть, как Луцевич холецистотомию делает. Ой, красавец, все. А он такой открытый, радушный, он простой человек. Для меня это, да, ну, я тоже видел. А для меня, да, для меня это пример в жизни. Пример порядочности человеческой, профессионализма, честности, интеллекта, это все. Просто разносторонний человек. И для меня это мой кумир, друг, и вот как-то, ну, я считаю, что это друг, ну, и так, дружи. Никогда не могу назвать его, вот, Олег. Он говорит, ты, Ведик, ну, что ты, давай, Олег. Я говорю, шеф, ну, на ты, шеф, давай. Давай, шеф, давай. То есть он даже все, я заведующий кафедрой, там, вроде в первом меде, все, он для меня всегда шеф. Шеф, шеф, это пожизненно будет. Сколько бы мне ни было, 80 лет будет мне, а ему будет 85, я буду все равно его называть шефом. То есть почтение к учителям, я думаю, тоже один из... Это очень важно, это очень важно. Получается, вы на кафедру пришли до Олега Менотти? Да. На его кафедру? Да, да. Когда еще и Минал Викенч был. Да. В следующем кафедру. Теперь вот такой вопрос. Смотрите, вы же занимались общей хирургией, вот, и в Уфе вы занимались общей хирургией, и в Москве поначалу, первые семь лет вы занимались общей хирургией. Нет. Я расскажу, я расскажу. Значит, общая хирургия, ну, какая общая хирургия? Там это диафрагмальные грыжи, ну, помимо, извините, желчка, диафрагмальные грыжи, вот, паховые грыжи, это все еще в Уфе начали делать, там, кишка, но, тем не менее, вот даже в этой, в Госпитале главному строю, там, Медсачай 47, дедушка Лапин, царство небесное, ну, тем не менее, желание такое было, подставить. Так, а вот бабка есть, пианифроз, 80 с лишним лет, сделаешь нефрактомию? Если я скажу, что не сделаю, все, ноги можно вытирать, вот, а как сделать? Как, ну, все, и ребята никто не владеет этим. Хорошо, анатомию знаем, там, ну, открыто, нефрактомии, там, по ургентности делали. Пианифроз это, то есть, первую нефрактомию я делал при пианифрозе, и урологи знают, что это такое, да? Урологи, это же жесть. Это жесть. Все, слава тебе, Господи, все нормально прошло. И этот ржавый гвоздь, который мне пытались засунуть, он что-то так золотой покрылся. Потом кишка, еще что-то, вот такие вот периодически подставы. И, видимо, я настрадался за предыдущие, там, годы. И Господь Бог меня миловал, и это все так гладенько, все хорошо, хорошо, хорошо. Вот, ну все, аргументы закончились. Вы в урологию пришли благодаря подставам, а в гинекологию? Вот, и гинекология там, ну не подставам, там были гинекологи, которые не владели лапароскопией. Вот, и потихонечку я Клэлью Владимировне Адамян на конгрессу в 2002 году первый раз попал туда. До этого уже мы с 2001 года. 2002 году, да, я уже начал гистероктомию делать. Вот, Улэль Владимировне очень много почерпнул, потому что там Арно Ватьес первый раз увидел его, там, это просто большой художник, ну просто Бог. Вот, и потихонечку, как и ты, как губка, впитывал, впитывал, впитывал это все. Тогда еще порочные операции делали, на влагалищной ампутации матки, которых сейчас вообще нельзя, хотя в некоторых, даже в московских клиниках их делают. Гинекологи, кто-то делает еще на влагалищной ампутации? Гинекологи. Ну, а в Москве есть клиники, где делают. Ну, минимум, узнаются. Я не буду говорить в эфир, что за клиники. Ну, кстати, потом оставили шейку, а потом гоняться после надвлага за шейкой, да, еще хуже. Или проморгали там рак шейки матки. В общем, экстерпация матки – точка. Вот, но тем не менее, тогда еще надвлаги делали, миомоктомия и прочее, прочее. Еще марцелятора не было, я там экстракорпоральную марцеляцию уже тебе показывал, делал там из такого недоступа. Колбасу срезаешь там по три метра. Ну, тем не менее, урология. В 2002 году я познакомился с Костей Преснов, Царство Небесное тоже, он был хороший очень человек, хирург хороший. Он был очень хороший человек. Вот, он перешел в ЦКБ гражданской авиации и пригласил там Наталья Борисовна Заброди, сейчас она главный врач. Вот, прям загорелась лапароскопия. Они позвали, там, нефрактомию какую-то сделал. Он говорит, о, ты мне нужен. И все, я прям как часы туда ездил, там, через день буквально. Они мне готовили там, причем первую пластику сегмента, рецидивную, после открытой, урологи поймут, после открытой операции, Атодорович, он, Олег Валентинович, он пропагандист, только вне брюшинного доступа, делал вне брюшином доступе. Семь часов. Слава богу, хороший результат. Вот, я такой уже. Ну, тем не менее, вне брюшины, там же он сторонник был мануально-асситированных операций, хенд-ассисты, и хирурги надо мной хикали, там, хенд, хэт, ассисты, там, голову, две руки, голову засунули туда. Ну, на каком-то этапе это было хорошо, на нефрактомии, на резекции почки было. Сейчас, конечно, ушли, но на этих мануально-асситированных нефрактомиях я потерял спину, потому что вот это вот вынужденное положение, методичка. Сейчас про спину поговорим, у меня отдельный вопрос. Вот, ну, и вот там мы много очень начали урологию. Там первые аденомоктомии, первые простатоктомии. По-моему, 20 лет назад первые простатоктомии. Вот там гражданская авиация сделала. Тоже имел 6-минутный ролик, тогда уже диски были, на диске 6-минутную презентацию, антеградная, ретроградная простатоктомия, там все. И я его сотни раз пересмотрел, помимо книг, вот, достроил мысленно все, что должно быть в середине между этим. Вот, и сделали первые, 5 часов, наверное, первая простатоктомия выполнялась. Сейчас, ну, быстрее 30-ти, да и куда гнать-то уже? Быстрее 30-ти минут простаты не получалось. Вот, ну, суть не в этой. Ну, это вот, это урология. Ну, и гинекология, там потихонечку много гинекологов, с которыми дружу, дружил, вот, и общаемся. И потихонечку, общаясь со специалистами, ты погружаешься в это пространство. Потому что у меня нет иллюзии, на мастер-классах даже говорю, рассказываю анекдот, но у меня на канале есть, я не буду в эфире здесь рассказывать, что тетеньки, я не настоящий сварщик. Я только учусь, да. Поэтому, понятно, я не буду говорить, что я уролог, я гинеколог, да, я общий ургентный хирург. Вот то, о чем я могу поговорить честно, да. Да, онколог тоже, это прибившиеся ко мне специальности, я тоже не буду говорить, что я генетический онколог. Ну, будем честны, да. Хотя, вот, сама абдоминальная хирургия и владение лапароскопией, оно позволило и дало повод общаться с урологами. В те времена, когда еще не владели лапароскопией, позволило общаться с онкологами, с гинекологами, с урологами, потихонечку впитывая от них вот именно вот эти вот какие-то тонкости, нюансы. Понятно, я не понимаю все в урологии. Понятно, я не понимаю все в гинекологии. Понятно, я не понимаю все в онкологии. Наверное, честность – это главное качество для хирурга. Вот, но у нас же команда. Так, как ты думаешь в этой ситуации, как мы поступим? Мы коллегиально собрались, обсудили, да. Исполнить, ради бога. Руками исполнить все, что угодно можно. Вот, а главное – стратегически, тактически, чтобы это было правильно. Поэтому на себя никогда не беру окончательное мнение. Мне всегда нравится с кем-то посоветоваться. Потому что вот эти вот лейбаки – я профессор, сейчас я решу, все. Нет, я посоветуюсь с кем угодно. С Сашей посоветуюсь с любым. С Ермаком посоветуюсь. Как ты думаешь, дорогой мой друг, по огнестрельной травме, ты большой специалист в этом, да? Фронтовой хирург. Встань, покажись, покажись ребятам. В Донецке на фронте воевал. То есть, это такой… Да, перетащить, перетащить, перетащить. Ну, ясеноватое там, под Авдеевкой как раз. Там за один день ему 70 раненых приехало. То есть, такой вот фронтовая подготовка у человека. Сейчас мы его переселили в Калугу, в БСМП. Ну, по крайней мере, погружается в лапароскопию. Эдвард Булкаевич, смотрите, я не знаю второго такого хирурга, может быть, в мире, кто был настолько широким. То есть, у вас и хирургия, и урология, и гинекология, и онкология, и трансплантология. В общем, вот все абсолютно. И вот вопрос, смотрите, вопрос какой. Что это он дает? Я имею в виду вот такая. Потому что сейчас, вы знаете, тренд, как бы, там, делаю одну операцию, и все. Вот у вас, как вы думаете, есть у этого преимущества? Я не думаю, что это не преимущество, это следствие. Это следствие того, что мы, вот Олег Милович, там, ну, я позже, были первыми, кто шли по этой узкой тропинке. Когда еще в урологии, на нас косо смотрели, позади лонной аденомоктомии первые показывали, и Олег Борисович сказал, ну, что это за операция? А сейчас позади лонной аденомоктомии, стандарт, все, сейчас, ребята, там, вот я только позади лонной аденомоктомии, скопечки делают, там, простаток, да что мы нормально руками сделаем? Вот, и вот это вот, те же аппендоктомии с абсцессами, с инфильтратами показывали еще первые презентации, 2003 год, а там, жесть, там, какие-то фильтраты. Этого категорически нельзя делать. И многие операции, что вот мы пошли вот прям по тропиночке, по тропинке, сейчас эта дорога прямая, широкая, вот, и на этой широкой дороге уже такие вот большие-большие ответвления. А тогда это была узкая тропинка. Тогда у меня следующий вопрос. Вот если сейчас, предположим, представьте себе ситуацию, когда вам, например, там, условно, там, 25, я не знаю, вы увлечены хирургией, вы болеете лапароскопией, сейчас бы вы стали бы так широко распространяться? Или все-таки... Я ни о чем не жалею. Я повторил бы всю свою жизнь в таком же виде. Почему? Потому что это дало работать междисциплинарно. Тот же гинекологи знают эндометриоз, да, друзья мои, ретроцервикальный, где необходима резекция кишки, прорастание в мочевой пузыре, резекция мочевого пузыря, обструкция мочеточника, реимплантация мочеточника. Что это? Гинекология, коллапрактология, урология. Это тоже хирургия. Да, либо собрать 10 человек в одну бригаду, да, ты делаешь этот тап, ты делаешь этот тап, ты делаешь этот тап. Да, все эти сертификаты содержать очень тяжело, хлопотно, вот. А сейчас еще, я не знаю, возможно или невозможно, дожить бы до пенсии, чтобы уже об этом не думать, да, о продлении там всех-всех сертификатов. Но это дает возможность тебе работать междисциплинарно. Та же экзентерация, которую ты любишь, вот, тазовая, это же тоже ведь... Что это? Это все? Это все. Онкология. Мне очень нравится межсеплинарно. У меня хорошая презентация есть. Я, наверное, тебе выложу ее на канале, и озвучу, и ты перелешь себе. Да. Вот. Мультиорганные, мультидисциплинарные, лапароскопические вмешательства. Когда несколько специальностей, на нескольких этажах работа, спереди-назад, и там мы даже просто... А это невозможно все перечислить. Там внебрешенная простатоктомия, гемиколоктомия, либо... Там вообще у нас была одна операция в МГУ с Рафаэльом Габачимбиктимировым, наш большой друг, уролог, делали. Это рак почки, рак пристательной железы, рак восходящей ободочной кишки и халицистоктомия. Все в одном флаконе. А здесь алгоритмы. Как ты положишь пациента? С чего мы начнем? Начали с внебрешенной простатоктомии. Потом кинули на правый бок нефрактомию. Все эти препараты там. Потом положили на левый бок, гемиколоктомию сделали. На выходе халицистоктомии все эти мешки потом уже из небольшого доступа, из которого делали анастомоз, извлекли. Ну, вот это вот, пожалуйста, что это? Ну, здесь требуется, конечно, анализ. Это отдельная философия. И с Олегом Ивановичем мы уже давно-давно, и, я думаю, лет 15 назад еще статьи писали о сочетанных лапароскопических вмешательствах. Тогда такой вопрос. Как подобрать команду? Ну, во всем разбираться невозможно. То есть, можно руками научиться делать много чего интересного. Можно делать это даже классно. Можно это даже делать лучше, чем, собственно, генетические, там, онкологи, генетические урологи, генетические еще кто-то, вот. Но мы же понимаем, да, что вот патологию знать до конца, вот, всю невозможно. Ну, это честно, это честно. Как вы выбираете команду? Как вы подбираете? На самом деле, эта команда формировалась очень долго. Очень долго. Вот, я много по стране езжу, там, в свое время, у меня по 40 перелетов в год было. Представляете, 40 мастер-классов. Там у меня золотая карта, ушли, 10, наверное, аэрофлотская. Вот, и сейчас много летаю. Ну, просто сейчас и подросли люди. Сейчас уже, на самом деле, есть кого пригласить. Зачем старых, старых, дряхлых людей, хармоногих тащить куда-то на мастер-класс, если есть молодые, бодрые, красивые, яркие, вот, узкие. Вот, и, тем не менее, много ездил, видел яркого хирурга. Вот, ты мне нужен, ты мой. Вот, кого-то в Москву перетащили. Вот, и первые, там, год-два, там, у меня левое плечо всегда было мокрое от слез, там, и так же. Москва всех так встречает. Всех так встречает, на самом деле. И потом все, ребята адаптируются, все хорошо, как рыба в воде уже начинают. Жить в Москве. Вот так понатащил оттуда, оттуда. Кто-то на местах остался, там, Игорь Юрьевич Вольных, это вот мой большой друг, он директор урологического центра. Хорошую фразу он сказал. Вот, ну, просто мы туда... Я 16 раз во Владивостоке 16 раз был, представляете? В Сахалине, там, раз 6-7, сейчас опять лечу на Сахалин. К Илье Белову, это заведующий онкорологии. Вот, и Игорь Вольных хорошую фразу сказал. Там, не помню, лет 10, наверное, назад к ним первый раз приехал. Вот, он вообще не владел лапароскопией, только эндоурологией, ну, открыто все. Вот, заставил насильно помыл его, все, он там, щупальца, все, потом еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Он сейчас цистоктомия, все объемы гезонтерации, все делает ярчайший, уролог там, ну, красавчик просто. Вот, это называется вот формирование. И фраза его, если Галявов к вам приехал первый раз, и вы не начали заниматься лапароскопией, ну, ладно. Если второй раз, надо подумать. А если он к вам третий раз приехал, и вы не занимаетесь лапароскопией, вам и не стоит начинать. Вот, ну, прям, Игорюшки вольных фразах мне тоже очень нравятся. То есть вы выбирали самых ярких и... Да, да, и мы общаемся, у нас есть общий чат по стране, вот, education там, и мы просто... А там сотни специалистов, и мы бросаем. Ребята, вот такой случай. Кто считает? Или вот куда такой случай пристроить? И сразу десятки. Забираем, забираем, забираем. Либо вот в этой ситуации то, в этой ситуации то. Либо очно все эти вопросы решаем, обсуждаем. Потому что все нужно решать коллегиально, потому что брать на себя вот эту ответственность, конечно, возможно. Я что-то беру, конечно, на себя там. Но, тем не менее, всегда хочется посоветоваться. Ну, наступает время, когда тебе некому обернуться, некому прикрыть спину и сказать, блин, я здесь не могу и что делать. Все, за нами Москва отступать некуда, образно говоря. Поэтому, да, и поэтому, может быть, продолжая эту тему, почему хирурги уходят на пенсию, ты начинаешь бояться уже собственной темы. Фраза... Собственной тени, да, простите. Фраза такая расхожая, когда молодой хирург подбегает к старым и говорит, блин, я холестит вот сейчас за 15 минут отрезал. Ничего, 30 лет пройдет, за полтора часа будешь делать. Вот поэтому я сейчас... Господь мил от холедыха в моей жизни, да, да и сейчас холестит я редко делаю, но, тем не менее, уже становлюсь таким осторожным. Пока не увидишь, не отрежешь. Уже эффектных движений не делаешь там. И понимаешь, что ты видел такие осложнения там, там, там. Ты слышал про такие осложнения там, там, там. Ты предполагаешь, что такие осложнения могут быть и начинаешь быть абсолютно осторожным. Сейчас у меня даже техника, если я обратил внимание, изменилась. Я стал вот такой тихий, крадущийся, плавный. Я все ваши операции по секундам, по микронам смотрю. Никаких эффектных движений. Вот сейчас я быстро, эффектно. Нет. Осторожно, тонко, нежно. Бригаду расставили. Все. И вот эта вот фраза экспозиция, экспозиция, экспозиция. Вот для вас очень полезно будет. Друзья, Алекс, смотри. Это фраза, ты знаешь, он роботический уролог. Вот, бельгийский. Вот, и он прям, мы на одном из конгрессов были. Это челлендж называется в урологии. И он сказал, во время резекции почки, ну, часто, часто, роботической, важны три фактора. Первый – это экспозиция. Второй – это экспозиция. Третий – это экспозиция. То есть, если у вас все развешено, вы видите, что вы делаете, хоть трясущимися руками вы все это сделаете правильно, да? А эффектными движениями месить вот это вот все, жиры, кровь, крови, ляпаться, да? Ну, все это не есть правильно. Поэтому бригаду расставили, и меня даже ни разу не останавливает количество тракеров, количество ассистентов. Вот, мы только вдвоем делаем простатутомию там, мы только вдвоем. Да, Господь, у меня были диафрагмальные грыжи в той же гражданской авиации. Я что-то пробегал мимо операционных, смотрю, там, ребята, уже два часа. Там огромный пациент, огромная липомая средостения. Месяц, месяц, месяц. Я говорю, может помочь? Помоги. Так, раз, смотрю, так, расставили. Так, еще один человек, еще два тракара. Семь портов подбивал. Ну, чтобы отвезти, все, вот экспозиция есть, все, ну, теперь-то уж можно работать. Поэтому здесь неважно. Вот давеча вот мы в онкогинекологии делали. Полтора на полтора метра пациентка, соматички одегощены, имени головного мозга. В трен нельзя, газа нельзя. Уже ретрактор поставили печеночный, отвезти кишки. И вот в этой щелке там что-то уже делали. А лимфоданоктомию надо делать. Уже и дополнительных людей помыли, только чтобы выполнить ретракцию. Поэтому порой стандарты уходят в сторону. Да, есть стандартные операции в стандартных случаях. Вот мне очень нравится импровизация, если мы говорим про хирургию. Мне нравится очень импровизация. В каком плане? Так, в этой ситуации так мы в стандарте не сможем. Так, давайте изменим ситуацию. Изменим положение бригады. Изменим положение портов. Дополнительные порты. Импровизация это в сочетных вмешательствах. Как ты расставишь порты, чтобы они потом помогли на следующем этапе. То есть вот эта вариабельность. Мне еще нравится выводить хирургов из зоны комфорта. Я привык только так. Я вот работаю только так. Это для меня прям как красная тряпка. А ты попробуй по-другому. Может быть тебе будет лучше. А вот я видел, меня учили только так. А вот будет ситуация, когда вот в этой ситуации, когда ты работаешь только так, ты не справишься. Значит, у тебя должны быть пути какие-то отходы. Еще один алгоритм вырисовывается. Обратили внимание? То есть вот эта вот тренировка вариабельности, тренировка разных вариантов, тренировка именно лоббийности своей. Да, бимануальность. Вот это тоже важный фактор. Да, когда мне очень тоже нравится. Я сам придумал тоже фразу, что когда хирург там вот, допустим, осваивает только технику, правой рукой пытается взять иглу, а левая там где-то. Все, левая. Зачем? Ну ты принеси обе руки. То есть мозг разделили на четыре части. Значит, одна часть левая рука, одна часть правая рука, одна часть боковым зрением ты смотришь, что творится на операционном поле по инсуфлятору, одну часть свободную для общения с операционной сестрой, с залом там шуточки-требаутки какие-то. Я видел фотографию. Шуточки-требаутки. Эдуард Пухович, я вот смотрите, вот еще раз, я не знаю второго такого хирурга, который так часто бы ездил на мастер-классы, так много не пытался бы распространять, собственно, свою хирургию на местах. Это откуда и зачем? Это принципы жизненные. Что ты отдал, то будет жить. Поэтому мне хватает хирургии, мне хватает всего, мне хочется отдать. Пока еще могу отдать. Понятно, что через какое-то время я не смогу уже опирать, потому что страх осложнений, страх, а уже за тобой сквозь лупу смотрят, ну что, как он там? Сможет или не сможет? Там есть еще порох в пороховницах или нет? Когда-то вот эта вот грань, она уходит. Но это неизбежность, это правда жизни. Олег Милович об этом говорил. Но тогда, по крайней мере, я смогу сказать, что в этой ситуации лучше так. В этой ситуации лучше так. Глаза видят, хотя бы язык работает. Вот и палец, указатель может. Ну а можно тачскрин на мониторе рисовать. То есть вот эти вот сотни, сотни, сотни тысячи мастер-классов, это все из-за желания, из-за внутреннего желания отдать. А потом, когда, по сути, своей безотказной, и когда люди говорят, нам нужно приехать, я не набиваю цену. Я не говорю о гонорарах. Единственное, у меня маленькая примотчика, я только бизнес-классом летаю. Почему? Потому что я не помещаюсь. Я высокий, я не помещаюсь в экономии. Поэтому все смирились уже. Да ладно, все. Но многие потом, что приезжаешь часто, особенно в 8 часов разницы, и с самолета сразу в операционную. Представляете, вот так вот просидел 8 часов, и сразу идти. Поэтому ребята идут навстречу. Так что вот как-то так. А как вы считаете, в этом тоже есть один из алгоритмов? То есть про то, что делиться, про то, что отдавать без остатка, это понятно. Мне кажется, уже все поняли, что это один из ключевых моментов, которых и характеризует профессора. И это алгоритм, один из факторов, который позволил ему стать тем, кем он является. А вот, собственно, вот эти мастер-классы, помимо отдавания, они в практическом плане вам что-то еще дали. Это можно назвать алгоритмом или нет? Когда ты в разных условиях, в разных бригадах. А это школа выживания? Есть наши, из моих близких людей, доктора. Я вот оперирую только с этим ассистентом. Представляете, ты приезжаешь, у тебя новая бригада. Ты не знаешь ее уровень подготовки. Вот. И как в фильме «Том гладиатор» ты поднимаешь песок с арены. Я не знаю, что меня ждет на этой арене. Ну, я должен выжить. Тоже так же, образно говоря, в аэропорту растираешь песок между ладонями. Я не знаю, что меня здесь ждет, но надо будет выжить. Примерно сейчас уже какой-то райдер существует, что нужно по инструментам. А раньше ведь я просто приезжал там, просто на пустое место. Вот и... Я видел ваш багажник. Куча инструментов с собой. Это, конечно, нервные клетки. Ты выходишь, и у тебя носки мокрые даже. Да? Я не говорю уже о нижнем белье. У тебя носки мокрые. Потому что все негативные эмоции, вся ненормативная лексика, она выходит через кожу. Но, тем не менее, это интересно, это закаляет. Почему? Потому что это возможность работать в любых условиях. В полевых, в любых условиях. Ты работаешь с любой бригадой. Ты можешь координировать бригаду. Потому что вот это умение, и это тоже нужно показывать. Как скоординировать любую бригаду. Дирижер. Да? Вот одна из операций ярких, когда мы делали тазовую экзонтерацию, огромную опухоль мучевого пузыря, 20 сантиметров. Восемь рук. Да, восемь рук. Пузырно-влагалищный, пузырно-толстокишечный, пузырно-тонкокишечный свящий. Представляете? Огромную опухоль. Лапароскопический. Причем бригада такая. Рафаэль Габаш, Бегтимиров. Мы работали в 119-й ФМБА. Заведующий урологией. Андрей Евгеньевич Санжаров. Заведующий урологией. Это уже 83-я больница ФМБА. Сергеев Владимир Петрович. Заведующий онкоурологией. Из Бурназиана. Три больницы ФМБА. Это все близкие друзья. Мы собрались. Типа я опережь хирург. Я даже не сколько опережь хирург, сколько дирижер. Представляете? Восемь портов. Восемь портов. Портов. И так. Эти два сюда, эти два сюда. Это туда я работаю. Так. Теперь это вели сюда. Ты делаешь так. Представляете? Восемь рук. И это достойные все хирурги. Знаете? На уровне подсознания взаимодействия. Когда мы чувствуем друг друга. Все вместе. И реагируем на импульс. Вот это вот большого стоит. Вот даже. Я думаю, вы видели операции Эдварда Абдулхайча вместе с Сергеевым. Видели? Нет? Вот там это чувствуется. То есть там как бы они друг другу даже не говорят ничего. То есть там на уровне импульса это все понимается. Это с любой. Просто в Бурназиана есть возможность трансляции звука. А на остальных площадках нет. Вот поэтому тоже такое же взаимодействие. И 23-я больница. Прекрасно. Это вот моя основная база. Кстати, 7 марта мы, я анонсирую сразу, мы делаем конференцию, посвященную открытию операционных. Я пришел в 16-м году. Там одна убитая шторцевская стойка. Я приходила туда. Ты же помнишь, да? А сейчас 4 интегрированных операционных. Одна в полном фарше. 3D-4K. О, это песня. Причем с видом на Кремль. И 7-го числа мы трансляцию сделаем со всех операционных. Все ребята наши поработают. Я даже, может, и в операционную не зайду для того, чтобы показать именно, показать товар лицом, какая это больница. Вот там шикарная команда, оругентная. Вот и ребята все молодцы. Поэтому есть клиники, где я просто с удовольствием приезжаю отдохнуть. Отдохнуть от взаимодействия комфортного со всей бригадой. Когда ты на уровне подсознания чувствуешь там, даже просто вот так щупальцем махнул. Раз так. Или просто... Подхватили. Да. Без разговора. Все. Подхватили уже, взяли там. Или сюда там. То есть мы разговариваем концами инструментов. Теперь смотрите. Я вам расскажу пару историй, связанных с Эдуардом Абдулхайчем. И выведу одну мысль. Первая история. Про спину. Эту историю мне рассказали в гражданской авиации. Эдуард Абдулхайчем из-за собственно лапароскопии, из-за вот этих вот хендесистов, из-за собственно многих вот этих вот кривых позиций, у него сформировались несколько грыж, и его оперировали. По поводу позвоночных грыж. Так вот, находясь после операции в больнице, в халате, больничном, он пациентом был, ему надоело лежать после операции на позвоночнике. Ему надоело лежать. Он приходит в операционную и говорит, что, ребят, что есть? Нет, нет, нет. Я расскажу эту историю. Вообще, потом мы отдельно коснемся донорских операций. Это отдельная песня по поводу самых тревожных, не самых сложных, а самых тревожных операций. И как раз таки, это Ян Геннадьевич Майсюк, мы в 2009 году начали серию донорских операций, вот как раз разгар, только бригада натаскивается, это еще мануально ассетированные операции, мы впервые сделали их в стране в 2009 году. Вот, Ян Геннадьевич, а для меня что такое донорский забор почки? Одно дело не фрактомия, другое донорский забор почки, потому что вы можете, уберете здоровый орган, но заберете его криво, и пришивать будет нечего. А там уже подвздошные сосуды открыты, принесли почку, извините, она вся обкоцанная, уже артерия обжарена, поэтому там трепетное-трепетное отношение. И у меня вываливается позвонок, вот, и Ян Геннадьевич, Ян Геннадьевич, посмотри, что-то у меня горячее сзади потекло, ну, я не обкакался, ну, шутка такая. Он говорит, так, Эдик, продолжай работать, обезболивающий мне, вот, вкалывает, а потом две там, две нефрактомии подряд, донорских, меня ввезут на компьютерную томографию, 70% передавленного конского хвоста, вторая операция. Я 20 минут работаю, 20 минут вешу на столе операционной сестры, боль невыносимой, несмотря на обезболивающие, а ребята работают еще, и Фимкин, они еще не готовы, ну, полностью, не натасканы, с нуля же натаскивал на донорскую, и говорю, стоите, поработал, поработал, 20 минут, делаю следующий этап такой, вот, потом уже почку на перфузе отдаем, и у меня на скорую и в операционную, вот, а там прооперировали, и там немножко другая история была, вот, и в ночи что-то ребята прибегают, а там первый или второй день после операции, вот, у нас там что-то какая-то ситуация там сложная, там все, я так корсет одел, пошел в операционную, что-то там прооперировал, там, а вот такая там, в общем, там пять дней где-то пролежал, потом уже супруга не выдержала, не нравятся мне эти ночные операционные дни, домой идти, домой идти, ну, в общем, какое веселье. Это первая была история, а вторая история, я как-то в майские праздники, канун майских праздников, вот, я звоню Дарту Абдулхайчу, говорю, Дарту Абдулхайч, что будете делать на празднике, может быть, есть в операционной что-то, я подъеду, он говорит, да что-то в празднике никого не распинаешь, никого не заставишь, поэтому что я буду делать, у меня куча материала, видеоматериала накопилась, я буду отсматривать. И вот тогда, вот тогда я понял, что хорошим хирургом стать на самом деле можно не так, чтобы сложно. То есть ты тренируешь руки, тренируешь голову, как бы вот, и там через, ищешь возможности, соответственно, как бы через какое-то время ты становишься хорошим хирургом. А вот великим, я не знаю, нравится вам это слово? Не нравится. Так вот, должна быть какая-то маниакальность, должна быть какая-то паранойя, я тогда это первый раз осознал, вот, на вашем примере, вот, вот, когда вы, вам в спину прооперировали, вы пошли в операционную, вот, или, например, вот это вот, когда, когда у всех выходной, все думают о том, где шашлыки жарить, как шашлыки жарить, вот, Эдуард Ублухович думает о том, что у него много видео непросмотренных и непроанализированных, вот, вот это вот маниакальность, вот, как вы считаете, важно это или нет? Саш, важно, я смотрю на тебя, поскольку вот, ты от многих перенял эту маниакальность, и я же смотрю, вот он, действительно, критерий успеха, и рецепт, в первую очередь, рецепт успеха. Все, смотреть, смотреть, посвятить, посвятить, посвятить всему этому, там, я же смотрю, же, твои видео, там, анализ Шалеша, потом Бакара, анализ такого, такого, такого хирурга, вот, это все, все это пропускать через мозг нужно, технику операции, все, ну, техника, техникой, ну, нужно быть и врачом, и самое главное, для меня, в первую очередь, это порядочность, порядочность перед пациентом, в первую очередь, перед собой, перед коллегами, наверное, вот этот главный залог успеха, Потому что если ты чем-то не владеешь, я очень часто говорю, вы знаете, я вот этим не владею, вот этот доктор лучше это делает. Вот как бы ни хотелось, может быть, и заработать, может быть, и рейтинги даже великих людей, рейтинги свои поднять, это лучше делает. Так что, да, Вича буквально, вчера пациент приходил, там, трансуртеральную резекцию, сделайте мне аденомоктомию. Я говорю, не надо вам аденомоктомию. И вот трансуртеральная резекция, вот в руках вот таких-таких-таких-таких людей, это лучшие люди страны, она будет вам лучше. То есть я даже не стал рейтинги свои, конечно, я сделаю, по аденомоктомию, по заделону. Зачем, если есть более дешевая для пациента опция, опция более безопасная? Ну это, наверное, в первую очередь, вот это вот главное для хирурга. Отлично. И смотрите, вот такой вопрос еще. Вы создали школу, ее называют Галямовцей. Нет, я бы не назвал это школой, я бы назвал это группой единомышленников. Потому что я не люблю одиозные вот эти вот вещи, вот такие великие, там, неповторимые. На самом деле, главный критерий счет, это скромность, вот, это скромность, вот, когда люди там говорят, я эксперт, никакой я не эксперт, просто много работаем, у нас большая команда достойных людей, мы поддерживаем друг друга, вот, мы учимся друг у друга, я учусь у всех, у тебя учусь, тоже смотрю за твоими операциями, какие-то там приемчики, примочки, как говорят сейчас, лайфхаки, да, вот. Вот, мы делимся такими приемчиками, сейчас, не хочу англоязычные вещи говорить, да, вот, это приемчики, маленькие приемчики, маленькие примочечки, вот, которые помогают в работе, мы все вот друг, взаимно проникаем друг в друга, как губка впитываем и отдаем тоже, да, выжили губку, может быть, вот, какие-то капли попали на другую губку, да. Да, какие-то, ничего себе какие-то, я скопировал Эдуарда Бадулхайча во многом, вот, и в технике, он в моей читается, вы, наверное, заметили, вот, и в жизненных подходах, и в философии, вот, да и, в общем-то, вообще жизненный этап, я во многом скопировал ваш, полностью, как калька, вот, это не просто какие-то капли, то есть, я очень пристально слежу. У меня в связи со школой, знаете, какой вопрос, вот, вы сказали, что хочется что-то после себя ставить, а что вы хотите после себя ставить? Что самое важное? На самом деле, я уже смотрю, потому что многие, ну, ученики, либо люди, которым я помогал осваивать, они работают автономно, они автономно работают, у них уже ученики. И касательно даже той же донорской нефрактомии, нефрактомия, 2009 год, мы начали серию донорских нефрактомий, вот, Иэн доскал две бригады в институте трансплантологии, мы проехали с Яном Геннадьевичем по всей стране, вот, сделали первые операции, одна из операций в Новосибирск клинике Мишалкина, делали, 9, 10 год, вот, это первая донорская нефрактомия в Мишалкино, вот, и мне нашли уролога, который делает трансуратуральные резекции, ну, это же вот так, но он так мне и показывал, вот, он так и показывал лапароскопом, вот, через 20 минут он падает в обморок сам, меня тошнило, я же тренированный, он падает в обморок, оттаскивает его, я говорю, давайте следующего, вот, ну, и мы проехались по всей стране, и тут давеча на какой-то конференции был, вот, и доктора, вот, мы его делаем, мануально остирываем, донорские нефрактомии, там, я говорю, а история-то, знаете, ну, нет, откуда это все начало, нет, вот, мы, это наша техника, ваша техника, ваша техника, ну, уже, видишь, осталось, даже забылось имя, кто эти операции внедрил, проехал, проехался по всей стране, даже ученики учеников, еще ученики, вот они все, вот, наш учитель такой-то, такой-то, а его, ну, господь, не обидно? Да, да. Не обидно? Нет, ну, так, изумительно, но, да господь, мне-то, суть не в этом, а в том, что это пошло в дело, и печенка донорская, ну, вот, левый сектор латеральный, с Арчем Рашидовичем Монаховым, он подвижник большой, заведующий отделение трансплантации печени, в ней Шумакова, класснейший хирург, потрясающий. Извините, как эту историю, нет? Потом расскажешь. Вот, ну, я знаю эту историю. В общем, я... Он ходил к тебе. Я приклеил его к вам, то есть, я, это, я увидел фанатов, фанатов хирургии, вот, я их зажег лапароскопией, вот, и потом говорю, ребята, вам нужно, вам нужно обязательно к Кадорду Буховичу. Решайте вопрос на своей стороне, стороне сготье, вот, но вас обязательно, и я вас так вот заочно поженил. Да, вот, ну, и мы в 16-м году первую донорскую резекцию печени сделали в институте трансплантологии, где-то вот, наверное, 70 операций Арчем Рашидович только-только осваивал, бригада координировалась там, 30-40, может, операций первых сделали, и все, он потом уже начал автономно работать. А для меня, если почка, уровень ответственности, если почка там, если ты криво забрал почку, отступной есть у рецепиента, это либо трупная, либо гемодиализ, там, вот, а здесь ребеночек. И к моменту пережатия сосудов, вот, там уже гипотектомия, представляете, то есть после того, как печень упала в таз, нам разрешают, ребенка печень упала в таз, нам только разрешает вешать первый клипс. Иногда по полчаса там ждем, там, все, десуфляция, все выделено, левый сектор висит на артерии, вене, портальную пластинку, там, протоки пересекаем, там, и левая печеночная вена. Все, все выделено, три шланга, все, она, перфузия идет, печенки, все, отмашка, положили, клипсы, все, унесли. Обцелеть, если что-то пошло не так. И вот, пару случаев было таких, допустим, перед, я положил первую клипсу на артерию сначала, замахиваюсь, на вторую клипсу инсуфлятор накрывается, без газа, вешаю клипсу на левую порту, без газа уже, сшивалка уже готова, там, на левой печеночной вене, оттекаем, и уже выдергиваю таракары, и из паништили нащупываю три гладких органа. Выбери один. Селезенка, левый сектор, и правая доля, они примерно уже там, все гладенькие, все кругленькие, все примерно одного размера. Вот. И вслепую, а почему ты потащишь, если ее, а таракар торчит, да, ты разрываешь ее таракар. Поэтому выдергиваю все таракары и вытаскиваю, вытаскиваю, там, этот левый левый сектор. Это вот такой вариант, да, вот, а это вся жизнь пролетает перед глазами. Или бы вот ситуация была, когда АТБ-45 мы использовали на левой вене, все, артерию, вену пересекли по левую порту. И АТБ-45, я начинаю прошивать, а мы же все привыкли к звуку стандартного аппарата, сшивающего. Прошиваю, а у нее какой-то нестандартный звук. Тут же, а время тикает. А что же дальше? Что он сделал? Прошил, не пересек? Либо пересек и не прошил? А там вот такая вена. Там за минуту вылится вся кровь из донора. Знаете, так все. Просто вот, а это там секунды какие-то, а пролетает вообще, они как вечность, растягиваются эти секунды. Тут же гемолог, положили гемолог дополнительно, открывая аппарат, слава тебе, Господи, он не прошил и не пересек. То есть он просто не сработал, гаденыш, все, на гемологах ушли. Это не самые сложные операции. Вот они, на самом деле, они по сложности не самые. Бывали там, по 7 по 8 часов операции, реконструктивные какие-то, жуткие просто, где там просто бродишь по всему животу. А это самые ответственные. Просто уровень ответственности и тревоги, он, конечно, для меня это самый большой. Это по поводу донорства. И вот ваша самая главная цель оставить после себя людей, заряженных, да? Да, ну, уже тот же Артем Рашидович, он автономный, он же правый. Да, конечно, он один из лучших гипотологов нашей страны, если не лучший. Ну, как говорят, лучшего не бывает, есть уровень. Вот, кстати, когда говорят, этот лучший, абсолютно нет. Вот я всегда сторонник мысли и тезисы того, что есть уровень, на котором работают хирурги. Вот, вышли на этот уровень, и здесь там, и когда кто-то говорит, я лучший, ну, это неправда. Это абсолютно неправда, потому что есть уровень, на котором все работают. Да, вот есть уровень, на котором все вот работают там. Ну, это моя личность. Абсолютно. Более того, это же и данные научные подтверждают это, потому что кривая обучения, плато, и дальше что-то сделал, там, 40 операций, или, там, 100, например, операций, что-то сделал, 2000, они, разница, она минимальна. Для больного разницы вообще нет. Вот, а для, как бы, то есть, заметят художник художника, то есть, он заметит, что, как бы, да, этот, наверное, выполнил очень много. Вот, а обычный хирург, или, например, вообще не хирург, он даже не уйдет этого, то есть, как бы, все будет плюс-минус одинаково и по времени, и по качеству, и по всему остальному. Это данные научной литературы. Вот, и меня просили, я до этого анонсировал, какие вопросы вы хотите задать Галямову, вот, и один из вопросов был, и меня даже так вот подловили, вот, вопрос, как в современном мире, в современном мире хирургу честно зарабатывать деньги? Мне приходится оперировать во многих клиниках. Даже вам. Даже мне. Понятно. Порой и в частных, ну, куда деваться. Но, тем не менее, вот я смотрю на городские больницы, сейчас неплохо, неплохие, прям вот, белые зарплаты в городских клиниках. Ребята работают достойно, получают в частных, естественно, там тоже, ну, чем частные клиники, некоторые меня изумляют, изумляют, они оперируют деньги, а не людей. Да. Вот. Есть такое дело. Вот это вот беда. Операция ради операции. Угу. Да. Отлично. Друзья, по-моему, классная беседа у нас получилась. Теперь смотрите, у нас есть время, вот, можете задавать вопросы, и чтобы эти вопросы было хорошо слышно, вот там лежат два микрофона, их нужно включить. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Нужно? Да. Нужно? Отлично. Продевляем, да? Да. То ты вопрос произнеси, а я его потом, основную мысль, еще повторю, потому что петлички-то у нас, поэтому... Петрович, очень приятно познакомиться, так скажем, за то, что вообще предоставлена такая возможность. Вот. У меня вопрос следующего характера. Ну, зовут меня Владимир Владимирович, я из города Дубны, работаю там в пенекологии в пенекологическом корпусе. Так потихонечку выгляделся. У меня вопрос какой? Какая самая встречаемая операция у вас сейчас в практике? И, в частности, вот в гинекологии, да, в гинекологии. Если мы возьмем срез, когда вы начинали, в эндоскопии, да, и вот сейчас, и так как у вас колоссальный опыт по стране, что вы можете сказать, что изменилось в этой структуре? Я для трансляции повторю, самая частая операция в гинекологии, да, тогда и сейчас у вас, в ваших руках. Спасибо. Вот, на самом деле, очень хороший вопрос. Дело в том, что на заре это были очень много надлогаечных операций, надлогаечных ампутаций, консерватив, миомоктомий, киисты яичников и прочее, и прочее. Потом это слинговые операции, их очень много было при пролапсах. И сейчас это очень много онкогинекологии. Это операция Мергейма, это тазовая экзентерация, вот это расширенная экстерпация матки. Наверное, сейчас прям большой акцент на онкогинекологии. Изредка там миомоктомии, там... А при этом модель пациента сама поменялась за это время? То есть, тогда возраст и сейчас возраст. Сама типа тогда и сама теперь сейчас. Ой, сейчас дело в том, что как раз, извините, сленговое слово, меня призывают, принуждают, подкладывают крайне отягощенных больных. Вот, это больные 3-4 ожирения, это вот с такой клетчаткой, вот, это коморбидные, и которым нужно делать большие объемы. Поэтому приходится изворачиваться и прочее, прочее, прочее. Уже, скажем так, даже вот 23-я больница моя, вот, они делают все объемы, и сами, и гинекологи прекрасно работают. Вот, Евгений Анатольевич Брусгин, заведующий отделением, и эндометриозы, и все, и все может есть. Только резекцию кишки изредка когда-нибудь позовут, реимплантацию мочеточника. То есть, уровень гинекологии стал намного выше повсеместно. Работают доктора шире, работают очень хорошо. И то, что не хотят брать, вот, образно говоря, объедки достаются мне. Это коморбидные, ожиревшие пациенты. Вот эти мы питаемся. Да, самые вкусные. Конечно. Скажите, пожалуйста, в какую сторону, да, вот, сейчас, в ближайшие 50 лет, вообще робот-ассистированная хирургия, станет ли она, в общем, трендом в мире, и в России, в частности, в связи с последними всеми. У меня свое отношение к роботу, прямо это тема отдельного разговора. Вот, и Александр знает, да, мое отношение к роботу. Несмотря на то, что я и проучился на роботе, и оперировал на роботе, вот, и на DaVinci. И, вы знаете, я очень сдержанно отношусь, поскольку это навязанная процедура. Навязана и страховыми компаниями, и фирмой-производителем. И это я регулярно из разных трибун говорю. Сколько роботов в стране? 40, там, 30. 40, да, да. Вот. Плюс еще новые машины появляются. Versius, Transinterix, вот, которые я и роботами-то не назову, да, DaVinci. Китайских сейчас штук 20 уже роботов подъезжает, там, корейских масса. Может быть, они будут дешевле. Робот – это мода. Сколько в стране роботов и сколько стоек? Стоек десятки тысяч. Востребованность, да. На роботах работает, допустим, 50 человек в этой стране, а десятки тысяч работают на стойках. Так что более востребованное? Я поэтому очень сдержанно, я даже не лезу на роботические системы, хотя в разных больницах они стоят. Я могу сказать, так, сегодня я на роботе буду опенивать. Ребята, играйтесь, это ваша игрушка. Игрушка для молодых, там, джойстики, все эти дела там. Вот. А для страны, я для себя так, гражданскую позицию выработал, гораздо важнее натаскивать людей на конвеншенную лапароскопию. Вот это вот моя жизненная позиция, потому что робот, ну, он хорош для неразберегающей простатоктомии. Цистоктомию, и нашим, Альсей Георгиевич, Мартов, он любитель очень, вот это наш большой, вот, друг, кумир, вот, и президент общества эндоскопических урологов, ну, я, в частности, он любит устраивать параллельные спуски, битвы робота и человека. И так уже, с Волтера Артебани, там, в Румынии я, там, параллельно спускался с итальянцем на роботе, параллельный спуск называется, вот, всем хочется посмотреть, ну, на сколько кишки там у него, там, ничего. Вот, в Румынии три хирурга, поляк, Ян Хлоста, оперировал, делал брикера лапароскопического со словами, я не вижу необходимости в деривации интеркорпоральной, я сделаю мини-доступ, вот, из мини-доступа быстренько это сделаю. Я делал штудера полностью лапароскопического, итальянцем делал штудера роботического, вот, я где-то за два с половиной часа закончил штудера полностью интеркорпальмшовым, зашел к соседу, к поляку, вот, а он вот так вот разрубил пополам человека, назвалось мини-доступ, это мини-доступ, все, и дальше краят кишки, мысточники вшивают, и я еще посмотрел, посмотрел, как они, брикера заканчивают, ну, ладно. А итальянцы так и вообще выключили потом из трансляции. Вот, с Волтером Артибани то же самое, там, мы в Ростове как-то спускались, Мартов говорит, одинаковые простаты, 100 кубов, все, поставили порты, доставили, называлась «Битва титанов», дошли до простаты, все, остановились, ну, ждем, когда там презентацию закончат. Все, закончили, все, фас, вот, ну, типа, отмашка, ну, так вот развлекаются урологи над нами. Вот, ну, мы быстренько вырвали простату, причем уже, когда заканчиваем уже простату, пациент начинает со стола убегать. Анестезиок, да ладно, они заканчивают уже, как говорится, хорошо фиксированный пациент не нуждается в релаксации. Закончили, потом еще посмотрели полтора часа, как Волтер Артибани на роботе заканчивают простатую. Ну, то есть, мое отношение к роботу, да, хорошая конденшал лапароскопия, она закрывает все вопросы. Спасибо. И последний вопрос. Шикарный вопрос, шикарный вопрос, и даже я уже знаю этот вопрос. Я дружу с очень хорошими ребятами, это фирма Фолькман, Альфа-Медекс, и сшивающие аппараты, я последнее время перешел на них, да, на Фолькман, они делают завод, они делают завод, у нас самое слабое место, это сшивающие аппараты, да, вот сшивающие аппараты, потому что стойки делаются, хорошие, Эфа-Питер, ну, я не рекламирую, просто говорю, друзей, с которыми мы работаем. Да, частично элементная база буржуйская, но тем не менее, лаебаки отечественные. Вот, хорошие мониторы, оптика, казанские инструменты, я очень люблю, МФС, прекрасный, причем там мы разрабатываем даже иглодержатели, там инструменты всякие, там клинчики какие-то, диссекторы удобные там для печенки, все там, тракары, вот если ты видел, шестерки такие вот, да, идеальные трака просто. Вот, ушли от чистых, клапанов, да, 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 ушли от чистых пятерок. Вот, и Фолькмана делают завод в России, завод производства сшивающих аппаратов. Я им даже предлагаю, напишите через букву «Ф» Фолькмана. То есть вот это вот импортозамещение, да, конечно, понятно, что 3D-технологии, а я очень люблю в 3D, пока еще у нас не делают. 2D, хорошие стойки есть, на них можно работать, вот они по цене сопоставимы. Вот 3D, если бы начали делать, но сейчас не до этого, я думаю, что и в 2D. Это мы уже, как говорится, балованы, балованы, любим в 3D работать. Друзья, еще пара вопросов. Простой вопрос. Профессор, скажите, пожалуйста, а как вы развивали, как сейчас поддерживаете или вы сейчас свои мануальные навыки? Вот Александр нам посоветует вязать в злые, позиционировать иглы, мы можем признать, а это у вас? Это моя маниакальность. Я каждый день тренируюсь, это моя маниакальность, это не обязательно. Нет, я каждый день просто весь день в операционной. Весь день в операционной вот ты развиваешь свои мануальные навыки. А прежде? А, прежде я на тренажерах очень много работал, конечно же. И на тренажерах, я не отлипал от тренажеров, там, что вы, там, как бы с безумием, вот, как говорится, постоянно тренажеры. Впрочем, я много очень ездил в учебный центр в Казани, он тогда джонсоновский был, там HD-стойки уже стояли, там тренажеры, и вот там как раз вот начали первые вот эти вот алгоритмы, когда я разбивал это упражнение на три части. Вот Александр развил просто это вот до абсолюта, когда позиционирование иглы это самый сложный этап и завязывание узлов. А прошивание это уже на подкорке у хирургов. Почему, когда мы тратим время, взяли иглу, прошили, протянули, протянуть, тоже алгоритм понятный, завязать узлы, формирование петель. И вот тоже вот, сначала с коротким концом, вот, от себя на себя, от себя на себя, левой, правой рукой позиционируйте иглу. Все, позиционируйте, сымитировали прошивание. Вот, позиционирование иглы, это самое-самое... Потом расскажу фразу Альфреда Кушьери. Потом вязание узлов, да, это же тоже координация обеих рук. И вот Александр там, да, одну петлю, другую петлю, одну петлю, другую. А потом все складывается, даже хороший фильм у него есть, все это складывается в единый алгоритм. И у Альфреда Кушьери, ну, сэра Альфреда Кушьери, там, за заслуги в эндохирургии королевой Великобритании удостоен звания сэр. Смотрите, уровень. Вот, и это его фраза, в общих чертах, что это унизительное зрелище для хирурга и всей операционной бригады наблюдения на экране монитора за 15-минутным сражением ради одного... Смотрите, это унизительное для всей бригады. Иногда хочется отвести глаза, ой, как-то не хочется на это смотреть, просто стыдно за хирурга, за вот это вот... Не всем хирургам стыдно. Тогда от меня последний вопрос. В связи с этим как раз. Вот если у вас случится какая-то проблема хирургическая, в которой вы понимаете, а вы, в общем-то, во всей хирургии понимаете, как вы будете выбирать себе хирурга? По каким признакам? Ну, мы все равно же общаемся вот в кругу большого хирурга. Вот, и опять же, я знаю там всех... Причем, если даже мне нужно будет вырвать простату, ну, так назовем это на будущее, я буду выбирать между 10-ю и скажу так, чтобы 10 все были в операционной. Все 10 или 20 будьте в операционной. Здесь проигрыш, наверное. Да, по 5 минут каждая работает. Ну, так, образно говоря. То есть выбирать только из тех, чью работу вы реально видели своими собственными глазами? Да, ну, по наитию, по слухам, нет, конечно. А я очень много работы видел, хирургов. В каждой зоне я могу десятки людей, потому что сейчас столько много достойных хирургов, ярких, достойных, грамотных. Часть из них ушла в узкие специальности, часть, как ты, работают широко там. Поэтому выбор-то богатый, на самом деле. Мы говорили не о лучшем, лучшего не бывает, мы говорили об уровне. Вот из этой прослойки мы всегда можно выбрать того, кто сделает достойно этой операции. А это, блин, широкая прослойка. Благодаря вам. Спасибо. Спасибо, друг.